Встречи года уже предостаточно. Тематику прообсудили, по косовской проблеме договориться на саммите не удалось. В момент, когда Путин собирался рассуждать о теплых российско-французских отношениях, президента прервали. Встреча с демократией, президента прервали. Мы пережили очень тяжелые времена, но это совсем не значит, что мы будем выдумывать для себя какой-то особый российский способ существования и какую-то особую российскую демократию. Мы будем развиваться, так же, как и все цивилизованные страны, на общих принципах. А любая попытка вмешаться и поддержать какие-то политические силы внутри Российской Федерации накануне крупных политических событий, поддержать какие-то силы внутри России, на которые кто-то хотел бы опираться для того, чтобы продвигать в отношении самой России свои собственные интересы, этого мы не допустим. На вопрос немецкого журналиста о хладнокровной реакции на инцидент с листовками Путин ответил коротко «Был спокоен, потому что я прав». Самый трудный разговор, если верить британским котельчикам, состоялся у Путина с Блэром. Уходящий премьер явно нервничал. Его реплика «Уберите этих отсюда» в адрес журналистов перед началом переговоров подтверждала «Общение не будет приятным». Накануне саммита Блэр не раз заявлял «Последние шаги Кремля настораживают многих на Западе». Сказать, что «восьмерка» в «Хай-легендаме» решила спорный вопрос Москвы и Вашингтона, было бы слишком самонадеянным. Но явного обострения все же удалось избежать. Свой диалог о ПРО лидеры двух ядерных держав продолжат в Америке в начале июля, когда Путин побывает в гостях у Буша. Риторика времен Холодной войны с обеих сторон пока приутихла. И в этом смысле результат немецкого саммита без натяжки можно назвать успешным. Андрей Черкасов, Владимир Кондратьев, Владимир Фомин и Владимир Авдеев. Телекомпания НТВ «Хай-легендам», Германия.